МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Именно сегодня исторический момент. Гортеатр меняет название. Кто монтирует на храме велепомены новые буквы? И что означает маски, трагедии и комедии на фасаде здания? Анапскому духовому оркестру 45 лет. Какие произведения больше всего любят исполнять музыканты? Выступают очень здорово. Лучшие в Южном федеральном округе. Анапские боксеры выиграли престижное первенство и теперь будут представлять наш город на всероссийских соревнованиях. В новом спорткомплексе в станице Анапской прошли первые состязания. На торжественном открытии присутствовал глава курорта Юрий Поляков, а также депутат Государственной думы Иван Демченко. Подробности в нашем сюжете. Всего за полгода на месте пустыря был построен новый спортивный комплекс. Здесь есть душевые, раздевалки и санузлы. Все это соответствует требованиям программы «Доступная среда». При монтаже самого здания использовали современные материалы, которые обеспечат комфорт и долголетие спортивного сооружения. Мне очень приятно, что в нашем муниципальном образовании год мы начинаем с открытия такого красивого, хорошего спортивного зала. В первую очередь я хотел, ну конечно же, поблагодарить и законодательное собрание, и Ивана Ивановича Демченко за ту поддержку, которую имеет город-курорт Анапа. Постоянно мы чувствуем эту поддержку, то есть ремонтируем школы, ремонтируем садики, все это за депутатские деньги. Открытие спортзала очень важно, очень важно в 21-й школе, в Станице Анапской. Общая стоимость спорткомплекса более 13 миллионов рублей. Финансирование поступало из краевого и муниципального бюджетов. От всей души хочу поблагодарить строителей и поздравить вас, ребята и педагогический коллектив с вводом в эксплуатацию такого объекта. Это большое дело, которое сегодня Юрий Федорович и все мы делаем на территории нашего любимого города. Я еще раз от всей души хочу поздравить, пожелать вам спортивных успехов, чтобы из этого спортзала вышли не только чемпионы нашего города, но и чемпионы России и призеры Олимпийских игр. Спорткомплекс идеально подходит для занятий легкой атлетикой, боевыми искусствами, волейболом, мини-футболом и силовыми упражнениями. Руководство школы также планирует открыть секцию бальных танцев. Что сказать о самой работе, то она была проведена оперативно, мы уложились в те сроки, которые были нам доведены министерством образования. Оно удобное, оно многофункциональное. Дети счастливы заниматься в этих современных условиях. Счастливы, конечно, и родители, потому что это важно, в каком условии занимается твой ребенок. В 21-й школе учатся более 800 детей. Помимо станичников в зале смогут заниматься дети из 3, 4 и 7 спортшкол. После торжественного открытия учителя организовали первую эстафету. Самых активных ребят наградили знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Никита Бойко, Ксения Сипком, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Глава Анапы на этих выходных проверил ход строительства детского сада в Хуторе-Воскосенском. Увиденным остался недоволен. Подрядчик выбился из графика. Оправдание, что во всем виноваты дожди, Юрия Полякова не устроили. Он поручил провести претензионную работу. Варианта другого нет. Нужно или работать, зарабатывать, или не зарабатывать. Конечно, конечно. Согласен полностью. Договорились? Договорились. Прямо вот прошу под личный конкурс. Хорошо. И небольшая справка. Детский сад на 140 мест возводится на средства консолидированного бюджета. Срок сдачи объекта – ноябрь этого года. Напомню, что сегодня в Анапе проводится масштабная работа по строительству социальных объектов. Это детские сады «Орленок и Лазурный», пристройка к садику «Звездочка» в Суко и корпус на 400 мест к школе номер 6. На городском театре Анапы заменили буквы. Теперь они в новом дизайне и со светодиодной подсветкой. По поручению главы города в Центре развития и оказания курортных услуг разработали новый проект. Помимо названия храма Мельпомены, теперь на фасаде здания смонтированы и две маски «Трагедия и комедия». Это дань Году культуры, который объявлен в России. Все, наверное, знают, уже слышали, что 2019 год объявлен нашим президентом Годом театра. Ну и, конечно, наш Анапа, наш замечательный городской театр не остался в стороне от этого события. И именно сегодня, исторический момент, наши буквы городского театра засветились вновь. Поэтому наши жители, наши гости увидят еще раз нашу рекламу и наше приглашение. Добро пожаловать в городской театр на все наши мероприятия. Всех с замечательным, замечательным событием. Городской театр ждет своих гостей. Хочу раскрыть секрет. На самом деле было несколько проектов. Вот был объявлен конкурс. И вот одна из наших замечательных рекламных агентств выиграла. И вот сегодня приняли участие в установке в городской театре. Конечно, здесь используются новые методики. Против вандальная, против различных стихийных бедствий. Все это было учтено. Новая афиша, которая будет установлена совсем скоро, тоже возле городского театра, где будут расписаны все гастрольные коллективы, которые будут прописаны от начала года и до декабря. В Новороссийске прошла акция «Бескозырка». Она посвящена высоким десантам советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте в 43-м году. В этом мероприятии принимала участие и анапская делегация, а также ребята, приехавшие на форум «Патриот России», который в эти дни проходит в детском центре «Смена». 76 лет назад десант моряков-черноморцев высадился с моря на захваченное фашистами побережье Цемесской бухты в районе мыса Мысхака. Здесь советские воины вступили в бой с врагом, который длился 225 дней и ночей. Благодаря подвигу морского десанта Новороссийск был освобожден. Небольшой участок суши, где проходили сражения, был назван «Малая земля». Эти мероприятия проводятся, чтобы люди знали, что есть такие хорошие герои, которые защищали нас, нашу родину. Сегодня без козырка – это символ настоящего мужества. Впервые одноименная акция прошла в Новороссийске в 1968 году и сегодня имеет статус всероссийской. Некоторые из участников форума «Патриоты России» уже принимали участие в этом мероприятии. Я тут второй раз, и я в первый раз не знала столько, сколько знала сейчас. Надеюсь, что приеду сюда еще раз вместе со своей семьей, потому что это должен знать каждый гражданин, мне кажется, Российской Федерации. Сегодня в рамках акции проводятся исторические реконструкции, телемосты между ветеранами из разных городов, митинги. Неизменной остается только без козырка, проносимая по всему городу и спускаемая на воду. Руслан Душевский, Анапа, регион. Сразу два анапчаяна стали победителями престижного турнира по боксу Южного федерального округа. Теперь они будут представлять Анапу на всероссийских соревнованиях. Финальные бои прошли в эти выходные. За анапских боксеров болел наш корреспондент Руслан Душевский. Лучшая тактика по ведению боя – это единогласное решение судейской коллегии. Анапчанин Никита Егоров в весовой категории до 48 килограмм стал не только победителем первенства Южного федерального округа, но и был отмечен особой наградой, как самый техничный и грамотный боец. Боксом занимается пять лет. Воспитанник тренера третьей спортивной школы Вячеслава Труфанова. Сложность была в том, что надо было его выдернуть на неподготовленную его атаку и встретить своей уже контр-атакой готовность. Меня отец отправил на бокс, а потом самому понравилось. Сначала он меня заставлял, а потом уже и понравилось, и сам начал ходить. Бокс в Анапе культивируется уже не одно поколение. Поболеть за своих спортсменов прибыли не только знакомые, но и представители депутатского корпуса Анапы, который поддерживает федерацию бокса. Бой был очень интересный, потому что его сопернику он проигрывал дважды до этого. А сейчас видим, что растет это приятно, результат на лицо. В соревнованиях участвовало более 170 спортсменов из семи регионов Южного федерального округа. Это юноши в возрасте от 15 до 16 лет. Многие из них, несмотря на возраст, настоящие профессионалы. Но, как отмечает судейская коллегия, анапские спортсмены в числе фаворитов турнира. Очень заметно пошел рост. Да, вот, рост. У вас есть уже победитель Европы, это Павлюков. Такой хороший мальчик, сильный. Сейчас растет Егоров, 48 килограмм. Они победители России, финалисты России. Ну, то бишь, выступают очень здорово. Аким Павлюков – еще одна спортивная гордость Анапы. Боксирует в весовой категории до 75 килограмм. В прошлом году стал победителем первенства Европы в Румынии. На этих соревнованиях вышел на поединок с ростовчанином. Впрочем, шансов противнику он не дал. Уже во втором раунде нанес сопернику травму. Бой был остановлен медиком. Победу присудили Акиму. Аким Павлюков. Так как он коренастый, он должен подходить близко ко мне. Это его дистанция, это его работа. Но он при этом не выполнял свою работу, и я за счет этого его и расстрелял далека. Так говорится. По итогам этих соревнований анапские боксеры Никита Егоров и Аким Павлюков вышли на первенство России. Честь нашего города им предстоит защитить 15 марта. Соревнования также пройдут в Анапе в спортивном комплексе «Витязь». Руслан Душевский. Анапа. Регион. 45 лет исполняется в этом году муниципальному концертному духовому оркестру Анапы. 42 года из них им руководит Валерий Степанов. Сегодня этот оркестр – визитная карточка Анапы. Ни одно значимое мероприятие не обходится без папури в его исполнении. Однако сами музыканты предпочитают совершенно другую музыку. Какую, расскажет наш корреспондент Анна Жукова. Муниципальный концертно-духовой оркестр Анапы название слишком длинное, говорит Валерий Степанов. Практически бессмен руководитель коллектива. Называйте его просто «любимым». Оркестр – его жизнь. Валерию Евгеньевичу 77. И 45 лет жизни он посвятил своему детищу. Даже оркестрантов называют детьми и внуками, в зависимости от возраста. А вот родные дети по пятам не пошли. Почти все – медики. Они лечат его, а он их своей музыкой, говорит улыбающийся Степанов. Почетный гражданин Анапы. Заслуженный работник культуры Кубани. Оркестр 16 человек с Божьей помощью и с моей помощью он стал 26. А сейчас управление культуры нам еще дало две единички. И у нас теперь еще пианистка появилась. В общем, оркестр расширился. Очень интересный состав оркестра. Две флейты, три кларнета, пять саксофонов. Это богатство. В крае таких оркестров нет. Перед нами кларнет – деревянный духовой язычковый инструмент. Но не знали французы 18 века, что военный пенсионер Сергей Асауленко посвятит ему жизнь. В оркестре Степанова занимаются только люди увлеченные. Все со специальным музыкальным образованием. Я был начальником военно-оркестровой службы. В моем подчинении было 16 оркестров в округе. И оркестр штаба внутренних войск МВД России. Это город Нижний Новгород. Оркестранты все до единого считают, что в коллективе они не просто играют музыку, а продолжают учиться на классике. Хотя у всех опыт. Пианистка Марина Дьяченко – концертмейстер. За роялем 30 лет. Константин Мелешкин – не тот Константин, что берет гитару. У него тромбон. Отучился в Московской государственной консерватории. В оркестре 4 года. Михаил Архаров – саксофонист, клавишник. Руководитель академического хора Центра культуры Родина. Но даже сам Степанов признается, что некоторые на его уроках плачут. В марте или когда-то месяце был мастер-класс. Вот я давал мастер-класс оркестрам своим. Так вот сидели музыканты других оркестров края. И дирижеры, и кто привел их сюда, плакали сидели. Это я вот открыто могу сказать. Я говорю, ну что тебе понравилось? Валерочка, ты знаешь, я плакал. В программе, а многие приходят послушать ее стоя, Верди, Чайковский, Штраус, Конев. Многие сравнивают свой коллектив с Нью-Йоркской филармонией. Пусть это юмор, но он добрый, как и сама атмосфера в оркестре. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анна Парегион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, Анна Парегион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь, это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова